Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И в сегодняшнем ролике решила поделиться своими продвижениями, своими мыслями, своими импровизациями. И, может быть, кому-то мои идеи понравятся, и вы что-нибудь себе из этого видео полезное довынесите. Итак, заболела я вот таким вот филейным кружевом. Ой, мысли бродят, мысли бродят в моей голове. В общем, борьба не на жизнь, а на смерть. И вот такие два кружева у меня родились. Очень будет жалко, если я по нехватке пряжи придется распустить вот это кружево, или, может быть, применю его куда-то. Но изначально была идея применить именно вот это кружево. Но когда я нашла вот эту красоту, на мой взгляд, та же филейная сетка, но выглядит это кружево намного нежнее. Ну, то есть, вот просто очень классно. Я вам покажу схему этого кружева, и расскажу о своих изменениях, и чтобы, если вы надумаете вязать так, как я вяжу, вы не делали ошибок, и, возможно, эта информация вам пригодится. Также была борьба у меня, когда мы взяли вот эту идею с лифом. Я сейчас вам покажу фото. Итак, вот эта идея, и посмотрите, во что это превратилось. Казалось бы, только идея вот этих чашечек, которые развернуты в другую сторону. Но сейчас я покажу, что я изменила в своей, так скажем, модели. То есть, одна и та же идея, но выглядит совершенно по-другому. И я неспроста говорю вам об этом, о том, что можно менять модели под себя, подстраивать их, брать какую-то идею и немножечко подстроив под свою красивую фигуру. Допустим, у меня фигура намного красивее, чем у этой девушки. И вот такое облегание мне совсем не пойдет. Поэтому для пышных дам вы можете взять, допустим, вот эту вот идею вот этого лифа под свой размер, а низ вашего тупика немножечко изменить, расширить, тем более расширить только переднюю часть, там, где у меня очень красиво, чтобы это не выпирало и смотрелось достаточно прилично. Что я сделал? Я после вывязывания вот этой филейной ситки низа топа, я его здесь присборила, тем самым увеличила свободу облегания. И я уже это на себя примеряла, смотрится это, ну, на мой взгляд, достаточно красиво. У кого идеальная фигура, скажем так, как вот у девушки, тем можно связать так, как на фото. То есть ничего вот здесь вот не присбаривать под линией груди, не расширять полотно, а связать так вот, как есть. Ну, а у кого более красивая фигура, тем, я считаю, нужно немножко расширить. Я вам расскажу, как это очень просто и легко сделать. Здесь всего лишь один, я бы сказала, ряд слепых петель или тамбурный шов. Я вам это покажу немножко выше, как я это делала. Вот вы видите, сейчас вот здесь вот присбаривание идет и, соответственно, по этой стороне. И получается достаточно красиво и легко. То есть мы присбаривали вот с вами вот здесь. Я рассказывала, как это делать в каком-то ролике, где я показывала вам подробный мастер-класс по вязанию треугольной чашечки. Я показывала, как это сделать. Принцип один и тот же. То есть я присборила вот здесь и сделала на расширение низ топика. Поэтому, пышные дамы, это идея для вас. Все у вас получится. Просто немножко нужно, так скажем, покумекать, как это сделать и изменить немножко модель. Но сама идея, как видите, просто, на мой взгляд, замечательная. Для нее можно модернизировать под разные модели. Мы можем связать топик, мы можем вот здесь расширить полотно, как я, и продолжить вязать дальше платье. Кстати, вот эта идея с платьем у меня тоже сидела долго в голове, что же связать либо топик и юбку, либо платье. Но вот решила все-таки вязать топик и юбку, потому что боюсь, что мне не хватит вот этой пряжи виолет, этого оттенка. Ну и комбинировать, конечно, можно было бы и в платье это все. Ну, в общем, вторая идея переборола. Буду вязать топик и юбку. Да, кстати, посмотрите, как я вот здесь вот этот треугольник заполнила. Вот вы видите, здесь все оголено, здесь просто к лифу присоединяемся и вяжем низ, и вот этот треугольник у девушки достаточно такой открытый. Я свой треугольник в этом месте заполнила филейной сеткой, провязав по кругу. То есть я начинала вот отсюда и двигалась к центру. Тут всего три рядочка вот такими вот вывязыванием по кругу я заполнила этот треугольник. Изначально заполняла его полностью, но, вы знаете, потом распустила вот эту заполненную часть и оставила ее открытой. На мой взгляд, так смотрится гораздо красивее и интереснее. Можно заполнить полностью. Можно заполнить этот треугольник не по кругу, вот как я начинала, вот отсюда, вот первый ряд, да, и вот так вот шла. А можно заполнить столбиками вот в таком порядке. То есть начинаем вязать отсюда и вот так вот поворотными рядами вяжем вот в эту точку. Так что всяких вариантов предостаточно, поэтому как бы у кого какая фантазия, как она развита, применяйте и вяжите. Сейчас перейдем, я вам покажу схему, а я, кстати, в компьютере вам могу показать схему каймы, второй вариант. И я эту схему оставлю во вкладке в сообществе, так что можете заходить на Одноклассниках. Ну, повторюсь, что на Одноклассниках у меня профиль закрыт. Кто у меня в друзьях, не знаю, повезло вам или нет, те могут посмотреть. Ну, а больше я не добавляю друзей в Одноклассники. И да, еще хочу ответить на несколько комментариев. Я не буду рекламировать этот канал, потому что от этого канала я отписалась. Не буду говорить причину и все такое, но я имела честь там, ну, просто эмоции захлестывали и я там оставила комментарий на то, что я увидела в ролике, да, и мое возмущение. И полилась, естественно, на меня полились ушат помоев. так вот, девушки, те, которые мне там отвечали, я, во-первых, я не буду продвигать это видео своими комментариями на этом канале, но и я знаю, что вы хоть и отписались от меня, но все-таки меня продолжаете смотреть. Так вот, я вам хочу ответить. вы можете удаляться с моего канала, вот просто я вас даже очень прошу, потому что я бываю не всегда белой и пушистой, я бываю грубой, мерзопакостной и прямолинейной, и если вас это во мне смущает, очень прошу, отпишитесь от меня, отвечать я вам не буду, но знаю, что вы меня смотрите. Ну, а сейчас продолжим про вязание, это было небольшое отступление, и я покажу вам схему и расскажу, что же я изменила в этой схеме. Да, вот я вам сейчас показываю это кружево схему и покажу схему и что я в ней изменила. Возможно, завуэлированно я ответила на комментарии этих, по-моему, двух девушек с этого канала. В чем вообще суть? Друзья, я считаю, что каждый в этом, живущий в этом мире имеет право выбора. Я сейчас говорю по поводу принудительной перфорации. Что такое перфорация, я думаю, что вы знаете. или принудительное иглоукалывание. Я категорически против этого действия. Понимаете? И те, кто это делают и идут на эту процедуру, я вас не осуждаю. Это ваш выбор. Но не надо меня учить уму-разуму. Я уже полвека прожила и имею свою точку зрения. И я не смотрю как я называю это зомбоящик уже более 20 лет. Это правда. Более 20 лет. Вы не ослышались. Я читаю, я смотрю на ютубе то, что не смотрите вы. И я не навязываю вам свое мнение и прошу не навязывать мне ваше. хотите идите делайте. И все кто за вот эту перфорацию и принудиловку то, что сейчас происходит особенно в Москве и мы чувствуем это на своей шкуре я против вот этой принудиловки. Если вас мое мнение не устраивает и не нравятся мои высказывания по этому поводу я прошу всех от меня отписаться. Я приму это нормально как бы но я хочу чтобы вы знали что я против принудительного иглоукалывания. Это моя окончательная точка зрения и я считаю что я имею на это право. Я еще раз повторю я не навязываю свое мнение вам но у меня такая точка зрения и не осуждаю вас если вы идете на это сознательно и добровольно вот я надеюсь вы меня услышали ну а теперь все таки перейдем к вязанию сейчас покажу схему вот этого вот этой каймы и расскажу что я там изменила и так друзья а вот схема этой каймы как вы видите здесь используется столбик с одним накидом ну вот это столбик с одним накидом я же в своем кружеве использую патентный столбик как провязывается патентный столбик я его еще называю полторашный то есть он больше чем столбик с накидом но меньше чем столбик с двумя накидами это что-то среднее так вот вот это мое кружево и одно и второе уже сейчас не пойду осталось на балконе второе кружево я вяжу патентными столбиками поэтому мой столбик выше чем вот здесь на схеме и я провязываю вместо вот этих 4 воздушек здесь они везде 4 воздушки вот вы видите я провязываю 5 воздушек вот здесь у меня везде где идут вот эти вот арочки из 4 воздушек по схеме я провязываю 5 воздушек поэтому если вы будете вязать так как я вот этим патентным столбиком то имейте ввиду что ваш столбик будет выше соответственно нужно прибавить на одну, а может быть и две воздушки в зависимости от пряжи вашей и крючка я вяжу крючком 1,25 и пряжа у меня, кстати, пряжа у меня Виолет из магазина Ярн 21 у вас еще есть там дополнительная скидка 3% до 16 июля и это 100% мерсеризированный хлопок вот вы видите, 282 метра в 50 граммах цвет вот этот, я называю его винтажный цвет старого кружева, да, винтажного 6194 вот, значит, информацию про скидки про эту дополнительную скидку в 3% кроме тех скидок, которые уже есть на сайте Ярн 21 и какой код нужно ввести при заказе так что вы еще можете успеть до 16 июля я оставлю в инфобоксе и в первом закрепленном комментарии так, что еще я изменила, поскольку столбик патентный вот здесь у вас 3 петли подъема я делаю 4 петли подъема то есть я по петельке прибавила здесь прибавила и здесь вместо 4 петель прибавила еще одно что я еще изменила вот вы видите, вот здесь идут без воздушек столбики с накидом я заменила их филейной сеткой у меня вот этих вот заполненных столбиков в кружеве нет сначала не обратила на это внимание но когда стала вывязываться вот здесь вот эта плотная часть плохо гармонировала с этим моим топом я же буду это кружево пришивать или ввязывать к нижней части топа и возможно это будут такие же бретели посмотрите, как красиво это будет смотреться если и низ вот так вот сделать вот этим кружевом и добавить еще вот такие бретели из этого же кружева может быть сделать их не вот такими резными а просто прямыми бретелями но с вот этим элементом внутри мне кажется получится не топ а просто королевский топ так, об этом рассказала мысль убежала что-то еще хотела сказать вот я показываю вам картинку и вот эти заполненные квадраты вот вы видите, да? я их заменила филейной сеткой то есть здесь добавила воздушную петлю и убрала вот этот столбик то есть у меня в моем кружеве как вы видите вот этих вот квадратов заполненных нет вы можете не менять а связать так, как по схеме но я повторюсь я люблю что-то изменять и все же зависит от того где вы будете применять вот это кружево правильно? если это никак не связано с филейной сеткой вот как у меня на топе и может быть это будет у вас подзором кстати, вы мне там писали комментарии что спасибо вам за схему очень хочется поддержать традиции народные да, и у многих ваших бабушек особенно те, которые жили в деревне да, наверное, и в городах такое было были вот такие простыни с таким старинным кружевом это называется подзор почему бы нам тоже не вспомнить наши традиции наши корни, наш род и даже это кружево можно применить особенно у кого деревенский стиль еще он называется стиль кантри в вашем доме можно такими подзорами оформить ваши простыни, ваши покрывала да много чего можно на полках можно если кухня в таком же стиле кантри украсить полки вот таким кружевом в общем, друзья, я так понимаю что нам придется в связи с сложившейся обстановкой вообще в стране придется это все вспоминать уходить куда-то на землю и я думаю, что это кружево очень даже впишется в ваше новое жилище которое будет где-то на земле в деревне, в селе так что вот я поделилась с вами что я изменила ну а сейчас перейдем на стол и я, как и обещала вам, покажу как сделать вот такое присбаривание лифа одним, даже здесь не ряд здесь несколько стежков и так идем на стол и так, друзья, как же сделать вот этот небольшой такой шоу вот видите, он состоит ну тут из нескольких стежков я цеплялась давайте вот сейчас здесь ну конечно, вы это выберите по самому крайнему ряду вашего лифа уже когда будет связана часть вот этой сетки и в том месте, где вы решили что надо присборить я делала следующим образом сейчас я вам покажу по лицевой стороне я цеплялась прямо за столбики вот вошла в столбик во второй столбик и в третий столбик можно по два столбика делать и вот так вот соединила и дальше вот так вот по три столбика вытаскиваем сначала цепляясь прямо за столбик а потом вот так это дело собираем и вот так вот смотрим там сколько вам какое расстояние вам нужно присборить я по три столбика можно сделать по два столбика если меньше присборить нужно и вот так все вместе провязываем еще раз ухватились здесь еще раз ухватились прям вот за столбик вытащили опять вытащили и соединили и у вас будет получаться вот такой полуряд или какое-то расстояние и присбориваться сразу во-первых будет немножечко ваша чашечка принимать форму нужную и будет присбориваться вот это вот полотно я здесь полотно когда стала обвязывать по кругу вы видите что у меня здесь в начале шла одна воздушная петля то есть столбик воздушная петля столбик воздушная петля таких рядочков я буквально вот здесь провязала два-три а дальше делала между столбиками две воздушные петли и у меня вот это полотно пошло на расширение понятно да то есть изначально между петлями вот здесь были по воздушной петли вернее между столбиками а дальше пошло вязаться полотно где расстояние между столбиками две воздушные петли и получилось что я во-первых красивую форму придала этому топу да и присборила сразу и низ топа и саму чашечку ну вот друзья я думаю что кому-то помогло это мое видео я надеюсь вам было интересно ну а на этом я буду заканчивать сегодняшний ролик я вам всем желаю прекрасного настроения не унывайте не падайте духом и это мы переживем и будем жить дальше ну все я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока Субтитры